По пейзажу за моей спиной можно смело сказать, что я нахожусь рядом с заброшенным домом. Но нет, здесь живут люди. Это дом номер 11 по улице Крупской. И таких домов здесь несколько. Сквозные щели, падающие кирпичи, нецензурная брань на стенах. Обрушение этого дома, по словам жильцов, началось около трех лет назад. Теперь обломки кирпичей у фасада, страшно сказать, привычное дело. Трещины по всему дому тянутся от крыши и до земли. Кирпичная кладка фасада где-то уже разрушена, а в оконных рамах сквозные щели. Внутри картина не лучше. В коридорах грязь и мусор, а на полу окурки. Кухонный пол сырой. Из кранов не перестает течь вода. Грибок на стенах здесь – это уже привычное явление. Мы куда только не звонили, куда только не… Ну, никто вообще не реагирует совершенно. У нас такое впечатление, что вот вообще вот скоро рухнет у нас и потолок рухнет. Дом 11 на улице Крупской – это бывшее общежитие. Он находится между двумя точно такими же пятиэтажками-близнецами. Или, по-народному, тремя поросенками. Наравне со средним братцем рушится и 13-й дом. Кирпичи с него также падают на землю. Тому, кто боится кирпича на голову, сюда лучше не ходить. Территорию близ фасада периодически огораживают. Но ни один из домов аварийным так и не признали. Прокуратура Московского района и специалисты жилищной инспекции по обращению жильцов провели проверку. Но ответ оказался неутешительным. Ремонт крыши здесь запланирован только на 2029 год. Фасада – на 2032, а фундамента и вовсе на 35-й. Позднее отремонтируют и электроснабжение. В 2041 году. Приходились префектуры у нас. Люди ходят по улицам, смотрят. И я была в шоке, когда они пришли и сказали, поменяйте, пожалуйста, вывеску. Портит вид города. Я говорю, а вы выше голову поднимите. Это не портит вид города. У меня слов просто нет. В адрес Государственной жилищной инспекции Рязанской области направлено письмо для составления соответствующего акта с целью проведения капитального ремонта в более ранние сроки.